Ну что, я приветствую всех на первой лекции нового сезона моего интеллектуального проекта «Гулес Ликбез». И хотел бы пару слов сказать о планах на этот год. Дело в том, что я пришел к выводу, что в этом году лекции будут в большей степени эстетико-философской направленности, а не искусствоведческой, как это было в прошлом сезоне. И более общую тему будут поднимать, а не идти по персоналиям, по каким-то композиторам, потому что, так скажем, это будет больше соответствовать духу времени. Именно этому будет посвящена сегодняшняя наша лекция, которая весьма необычная будет, так как она обратится не столько к искусству, сколько к той современной нам ситуации, которая, в общем-то, не может не отразиться и на искусстве тоже. То есть я о искусстве буду говорить опосредованно, в прямом смысле слова, исходя из анализа той среды, в которой мы находимся. Нахождение отправной точки для ориентации. Вот так как можно было бы сформулировать проблему сегодняшней нашей лекции. Зачем нужна эта точка? Да для того, чтобы понимать, где мы, что мы такое, и просто для того, чтобы найти ту точку опоры, с помощью которой можно сейчас анализировать произведение искусства, анализировать те тенденции, которые в нем есть, и для того, чтобы его создавать. Я назвал сегодняшнюю лекцию так «Наука, эко-политика, эзотеризм и искусство. Где найти опору сегодня?» Хотя речь пойдет, на самом деле, не только об этом, что озвучено в названии лекции, но пойдет в таком порядке, как это я обозначил. И дело в том, что наш курс существует уже вот 4 года, и, так скажем, те вещи, которые я озвучивал в первые годы нашего курса, они сейчас попали в совершенную ситуацию. Я не хочу сказать о том, что я говорил что-то не так, о том, что я полностью поменял свою точку зрения, я хочу лишь сказать о том, что те вещи, которые тогда казались совершенно определенными, идущими совершенно ясно в направлении, неожиданно оказались в иной ситуации, мы все оказались в иной ситуации, и, так скажем, заметив это, я стал наблюдать. Я не стал сразу вытаскивать это на лекции проекта «Буэсликберс», я стал получать определенного рода опыт в наблюдении этих феноменов, и не вытащил бы на самом деле эту тему и сегодня, если бы мне совсем недавно, меньше месяца назад, не попалась вот эта книжка. Это книжка Бруна Латура, самая новая его книжка на русском языке, которая называется «Где приземлиться?». Дело в том, что не могу сказать, что я полностью согласен с этой книжкой, и что то, что я буду говорить сегодня, будет в прямом смысле слова пересекаться с ней, но тот факт, что известный европейский мыслитель, другого, чем я, поколения, живущий совершенно в ином сообществе, в ином локусе, чем я, приходит к тем же самым мыслям в то же самое время, а эта книжка на французском написана ровно два года назад, и посвящена именно событиям двухлетней давности. Ну, то есть не о каких-то древних событиях, а сиюминутных событиях. Так вот, сам этот факт показался мне достаточным совпадением, чтобы отбросить идеи о том, что у меня паранойя, и что я вижу то, чего нет, и поставить сегодня достаточно спорную для более слегка за лекцию. Я обычно рассказываю вещи, исходя из своего композиторского опыта, делюсь теми вещами, в которых уверен на 100%, сегодня такая, скорее, гипотетическая встреча будет. Потому что я буду говорить о вещах, которые еще совсем не очевидны. Но чем быстрее мы в них сориентируемся, тем, в общем-то, это лучше для нас же. Латур в этой книге пишет в основном о политике и политическом, прежде всего. Причем делает это конкретно, определенно, на конкретные ссылаются события, на конкретные фигуры, на конкретные документы и так далее. Я же выставлю сегодняшнюю нашу встречу совершенно в ином ключе. Она будет преимущественно ссылаться на обобщение. То есть я буду говорить не о каких-то совершенно конкретных моментах, а скорее о своем взгляде в общем, на те или иные тенденции, которые я наблюдаю. Я буду это делать сознательно. То есть я попытаюсь игнорировать любую конкретику, но, может быть, в области искусства я сделаю исключение. Почему я так буду делать? Во-первых, это поможет избежать вам ложного взгляда на то, что я пришел к тем выводам, которые я сегодня буду озвучивать, исходя из каких-то, в общем-то, конкретных мелочей. А это будут реально мелочи. А на самом деле я пришел к этим выводам не из конкретных мелочей, а из, так скажем, того, что можно было бы назвать научной интуицией. А во-вторых, это поможет нам оставить современную нам ситуацию не полностью очерченной. А это важно, так как сейчас она находится в состоянии тотального метамархизма. И определить ее – это пригвоздить. Это значит закрыть глаза на то, в какую сторону она пойдет, может, уже завтра. То есть нужно понимать, чем современная ситуация отличается от той, которая была два года назад, а до этого она такой была несколько веков. И не пригваждать ее какими-то точными определениями. Потому что это закроет просто нам любые дальнейшие способы для ее наблюдения. Поэтому, так скажем, оставим все это дело на уровень интуиции, а не на уровень дискринции. И прежде чем я начну, я хотел бы напомнить одно единственное правило у нас в проекта «Буля с ликбез» – то, что все вопросы – они после лекции. Я выстраиваю лекцию как форму, как своего рода музыкальное произведение, и какие-то вещи я недоговариваю в определенные места специально. Поэтому, чтобы они не попали не на то место, вашим вопросам озвученные. Поэтому прошу все вопросы в конце. Если они у вас будут, то я буду готов на них ответить. Сегодня это особенно важно, так как я в первый раз в истории «Буля с ликбеза» полезу в том числе в политику. Она обычно нездоровая жертва вызывает у людей. И первое, с чего бы я хотел начать сегодня – это такая, в общем-то, незатейливая, но очень знаковая мысль. Современное общество, я имею в виду самых обычных людей, не каких-то научных светил, все стремительно теряет доверие к науке как таковой. Впервые за три или четыре сотни лет. Напомню, что наука занимала ведущую позицию в становлении человеческой культуры и цивилизации в эпоху нового времени. То есть постепенно отвоевывая себя все более и более статусные позиции, особенно это активно можно наблюдать в 18-19 столетии, эту борьбу между верой и знанием. И тем не менее, на протяжении всего этого периода линия развития науки, да, это была линия восхождения, но в общем-то она не менялась. Котировки ее не скакали. Они просто планомерно поднимались. Но так было на самом деле далеко не всегда. И до нового времени ситуация отношения человеческого сообщества к научному знанию, к тем истинам, которые она продуцирует, оно на самом деле очень сильно разнилось. Котировки научного знания очень сильно скакали. Если вы посмотрите другие сообщества и другие эпохи. Многие называют современную нам ситуацию даже возвращением нового средневековья. Потому что действительно очень многие люди отшатываются от научного знания. Но на самом деле, как мне кажется, и как я сегодня вам покажу, ситуация совершенно в другом. Это не новые темные века, не новая мракобесия, а просто изменение, колоссальное изменение парадигмального характера, в который мы неожиданно попали. Рассмотрим некоторые причины отторжения сообществом научного подхода к реальности. Во-первых, хотел бы, прежде чем я пойду, еще предупредить, что А. Я озвучиваю свое наблюдение за сообществом, а не свои взгляды. Б. Я тоже принадлежу к научному сообществу. Просто очень часто в последнее время лектора идентифицируют с тем, что он говорит. Это не так. Первая причина. Так называемый плохой перевод или журналистская ложь. Это в том, что современный человек, далекий от науки, никак на самом деле с научными изысканиями не сталкивается в своей жизни. От слова совсем. Ну, человек воспринимает их в лучшем случае через статьи журналистов. Или через научно-популярную литературу, которую тоже чаще всего пишут либо в соавторстве с журналистами, либо эти же популяризаторы от науки и создания. Так вот, эти самые журналисты зачастую сами мало что понимают в том, о чем пишут. Я имел опыт преподавания журналиста, но и представляю себе, они с одной стороны знают как бы все сразу и не знают тоже как бы все сразу. Это одновременно уживается отличнейшим. И представим себе, что человек, обычный, современный человек, читает новостную ленту, с таким уже ставшим традиционным заголовком. Британские ученые доказали. Как известно, не так страшны британские ученые, как то, что они доказали. После чего в статье следует какое-то решительное утверждение. К примеру, что какой-то продукт, который, заметьте, употребляют каждый из нас или почти каждый из нас, это обязательно. вреден или, напротив, полезен для здоровья. Обычно после таких статей начинается нездоровый ажиотаж. Когда это очень забавно было наблюдать всего несколько лет назад, когда это особенно активно началось, после выхода такой статьи тебя начинали забрасывать просто сообщениями, ссылками на нее, или звонить еще на кучу. То есть, на людей это производило достаточно сильное впечатление. Однако ажиотаж проходит, когда спустя энное количество времени появляется другая новость, прям противоположного содержания. Написано тоже каким-то журналистам из серии, канадские ученые доказали. Нечто прям противоположное. Когда такой опыт проделывается многократно, у человека вырабатывается условный рефлекс. И ажиотация проходит. На любую новость вырабатывается иммунитет к сенсационным заявлениям. И на самом деле не только иммунитет к сенсации, но и подрывается авторитет самого экспериментального метода. Ведь мало кто на самом деле действительно возьмет имена указанных в статье этих ученых, университет, где проводились эксперименты, и погуглит об их изысканиях на их родном языке в научном источнике. Тогда станет ясно, что наука, к примеру, биология, да и любая другая, не разбрасывается громкими лозуями. Биологи не занимаются доказательствами вреда или пользы какого-то продукта на человеческий организм в целом. Это все зависит от сотен разных условий. Люди разные, люди разных полов, возрастов, с разным иммунитетом, привыкшие к разным условиям существования. Человек – это сложно организованная система, и то, что мы употребляем комплексно, тоже является сложно организованной системой. Ученые могут доказать, что при определенных, строгообоговоренных экспериментом условиях, на определенные там клеточные процессы, какие-то определенные вещества из того или иного продукта оказывают то или иное воздействие. Да, но никаких выводов о пользе или вреде употребления, к примеру, кофе, на любого человека, любого возраста, любой страны, в любое время суток, сделать выводы не могут. Но наука движется очень маленькими шажками, точными, выверенными и сохраняет способность саморефлексии, то есть переосмыслению, переформатируемой уже накопленного знания. Естественно, журналисту такого рода новость не подходит никак. Вот и появляются горе статьи и они всплывают до сих пор. Хотя снижение интереса к ним, которое можно проверить просто по количеству просмотров такого рода новостей, подтверждает факт снижения доверия среднестатистического человека не только к сенсационным утверждениям, но и к научным выводам как таковым, которые для среднестатистического человека уживаются, сливаются воедино. Сенсационная новость, которая подтверждается именами якобы именитых ученых, сливается с именами этих самых ученых и обесценивает и их в том числе. В сети в последнее время появилось просто огромное количество мемов, высмеивающих науку. Как вы понимаете, мем это одна из ключевых интеллектуальных единиц современной реальности. Это то, что действует, это как вирус, но это то, что действует мгновенно, переформатируя те или иные дискурсивные практики в лег может в течение суток полностью перекроить, сложившуюся дискурсивную практику, хорошо распространившийся и яркий нему. Так и вот, к биологии, физике в последнее время люди стали относиться примерно так же, как уже давным-давно в нашей стране относятся к ветеорологии. Ну, а не кто-то про синоптиков, они, наверное, еще с сталинской эпохи начались, и, естественно, у нас прежде всего в стране. Так и вот, как правило, остальные науки такого рода критики не подвергались. Но в последнее время мы видим нападки именно на физику, на биологию, на химию. Вероятно, все это могло бы наступить намного раньше. Но, чтобы прийти к выводу, что с наукой якобы что-то не так, человек должен несколько раз напороться на противоположные по содержанию статьи о якобы научных открытиях, а для этого интернет должен быть, во-первых, наводнен количеством народа, а во-вторых, количеством необходимым информации, чтобы в каждой отрасли, в каждой сфере, где человек может чем-то интересоваться, он постоянно на это наборался. Поэтому это произошло относительно недавно, это произошло в то время, когда, в общем-то, появилась эпоха быстрого интернета, и когда контент этого самого глобального пространства стал более-менее наполненным. Потому что, если вы вспомните, что в нем было в 90-е годы, да ничего там, в общем-то, нет. По сути, та же самая газета, только в электронном формате. Но, есть и другие причины. Этому способствуют и многие ученые сами по себе. С одной стороны, когда они оказываются обманутыми, то есть, ложно втянутыми журналистами в их игру. С другой стороны, те ученые, которые оказываются всегда на плаву, мы знаем, что всегда всплывают в первую очередь, которые действительно хотят попасть на телевидение, хотят попасть в СМИ, либо их действия оказываются монетарными, да, монетизированы, они протрачены. Много раз я сталкивался с следующей ситуацией, когда в новостях какому-то реально известному ученому дают сказать всего несколько слов о его проекте. Так вот, если реально отделить от всего контекста то, что он сказал, ну, это либо можно вообще о чем угодно сказать, либо это ни в коей мере не противоречит действительно его научным изысканиям. Но, в контексте той игры, которая выстраивается журналистом, в новостной хронике, либо в контексте какого-то шоу, куда он приглашается, те же самые слова начинают играть совсем иную роль. Ну, это, в общем-то, дубинский такой еще прием, да, и, то есть, тоже относительно бородатый прием, но, опять же, наводнил он современное нам пространство не так давно. Естественно, когда человек постоянно видит утверждавающих ученых, известных, реально с именем, которые действительно говорят противоположные друг другу вещи, то доверие к науке тоже резко снижается. Другой пример, это так называемые ученые, субъект, предположительно знающий, как говорил, о таких лаканах, которые во всех отраслях всегда у нас на плаву, оказывается, но вот, такие псевдоученые ломятся зачастую на экраны и будут подыгрывать журналистским сенсациям, продвигая весьма навязчиво либо свои, либо чьи-то услуги, либо партнерский товар какой-то просто, наподобие средневековых лекарей или магов шарлатанского полка, которые за квинтэссенцию алхимическую могли вам продать все, что угодно. Конечно, в наши дни, если еще и остаются люди, которые верят в печатное слово, что все, что напечатано, обязательно правда, таких меньшин затвор, равно как и тех, кто будет убежден в истинности любого утверждения, которое идет под брендом «это доказано наукой». Вера в науку действительно угасает на всех фронтах, при том, что сама по себе серьезная наука активно развивается и действительно делает значительные успехи, вероятно, как никогда прежде. Просто хотя бы элементарно потому, что сейчас количественно в человека часах на науку можно отпустить больше. А проценты человеческого сообщества никогда не было такого большого количества ученых. Как и никогда не было такого большого количества людей на планете Земля, ну естественно ученых тоже. Это сильно способствует развитию науки как такового. наука наукой, а ее котировки в социуме это совсем другая песня. Они к самой науке не имеют прямого отношения. На самом деле это все не мои исключительно фантазии, потому что об этом же пишет Бруно Латур, представитель тоже научного сообщества, колоссальная фигура для европейской арены интеллектуальной, но правда находит этому совсем иные причины. Я специально начал с меньших причин, чтобы перейти к большим тем, на которые напарывается уже Латур. Они очевидны для всего сообщества, в том числе и для Европы. Латур находит эти причины в политическом. Недоверие современного общества к науке Латур ведет в смыкании науки, индустрии и власти в нечто единое. А так как в общем-то к власти современный субъект интеллектуальный питает очень мало доверия, то и на науку это начинает распространяться, переноситься механически. По поводу того, как складывается реально паранойя в области недоверия к власти, можете прочесть вышедшую не так давно книгу Люка Болтанский, которая называется «Тайные заговоры». Люк Болтанский, наверное, после ухода из жизни ряда известных фигур европейской социологии, сейчас самая крупная фигура в Европе на этом, а именно, да, Так и вот, если чуть-чуть назад откатиться и вспомнить такую фигуру, как Мишеля Фуко, то паранойя Фуко видела проблему в смыкании между технологиями и технологиями власти. Но на самом деле, в наши дни паранойи Фуко недостаточно. Она не чрезмерна, она слишком недостаточна. Описывает сложившуюся ситуацию, потому что Фуко даже не мог себе представить, какие технологии власти открываются с появлением интернет-ресурсов, с появлением сотовой связи и так далее. Естественно, так как механизм подозрения в социуме уже отработан, отработан еще начиная с марксистской школы, то сейчас в общем-то никого не нужно специально натаскивать, чтобы они увидели за властью какие-то корыстные замыслы стоящие. Человек видит даже больше, чем оно есть на самом деле. Правильно? Ну, и естественно, когда человек начинает чувствовать, что наука смыкается с властью, он переносит автоматически это все. А как бы это не было тяжело признавать, наука действительно продается власти. Не значит, что вся наука и та самая, которая настоящая, но то, что всегда на поверхности, то, что всегда на виду, это полностью проданная наука. Мы это отлично знаем по грантовской системе, которая во всем мире сейчас распространена, которая повлияла на науку и не к вечеру помянуто слово на ее инновационность. Гранты распределяются по псевдонаучным проектам, которые просто отмоют деньги. Это происходит в большинстве развитых и не очень развитых стран. На выходе научные эксперименты поставляют ничто, пустоту. В свое время господин Журден открыл для себя, что он говорит прозой всем известной пьесе Мольера. Так вот, примерно такого же рода информативности обладают эти грантовские научные проекты. Самое страшное в этих грантовских проектах в том, что, чтобы тебе выделили деньги, тебе нужно уже продемонстрировать те выводы, к которым ты придешь по результату этого эксперимента. То есть, это парафонизация самой экспериментальной науки как таковой. То есть, ты должен сначала показать, чего ты добьешься, а стоит вопрос, зачем ты передать тебе деньги? А деньги зачем? Чтобы поделить с тем, кто тебе их дал. А ты покажешь то, что ты и так знал. То есть, то, что ты говоришь прозой. Вот и все. Не так давно один небезызвестный человек постил в интернете сведенную воедино статистические данные смертности в США от разных болезней. Четыре разных источника. Один и тот же локус. Одно и то же время. Но в некоторых столбиках данные разнились от 5 до 37 процентов. Но простите, такого рода уровень оплаченных изысканий приближается к уровню какой-нибудь деревенской гадалки на кофейной гуще. Понимаете, если праздница была там 37 и 30 процентов, это плохо, но как-то похоже на науку. Но 37 и 5 это не похоже на науку. причем речь идет о традиционной процедуре исследований статистических в штатах. А в штатах статистические исследования как правило работали лучше, чем в других странах. Собственно, не случайно они там начали активно внедряться. Там они показывали хоть какую-то информацию. И понимаете, если это все было просто проплачено, это можно понять и простить. Но если это были действительно научные изыскания, а это может быть и так, то это как раз говорит о том, что статистика и социология, опирающаяся на статистику, оставляет сейчас желать очень много лучше. Действительно. Тут стоит напомнить одну деталь, которую я как-то касался уже в курсе Булесликбез, из серии кто является объектом социологических экспериментов статистических. Человек? Гражданин? Член определенной группы, сообщества? Нет, конечно. А предметом исследования статистической социологии является субъект эксперимента. И никто более. А так как вне эксперимента субъекта эксперимента отсутствует, то и мы соответствующие выводы имеем. С одной стороны, это сводит в общем-то точность этих исследований на нет. Но с другой стороны, именно это и делает эти эксперименты настолько популярными. Почему? Потому что примерно представляя, как мы выстроим модель эксперимента, мы можем и спрогнозировать, что мы получим на выходе. Мы не сможем спрогнозировать, что мы получим на выходе в реальном сообществе, но в контексте эксперимента запросто. А это значит, что кто нам заплатит, мы так и сделаем. И мы не будем фальсифицировать ничего. Мы с помощью научной методологии получим то, за что заплатили. Именно поэтому в Америке столь популярны эти статистические эксперименты. Потому что они действительно хорошо работают. Не в смысле точности, а в смысле выполняют ту функцию, от которой на них возлагает власть. Заметьте, таким образом ученый действительно превращается, как средневековый шарлатан, в торговца пустотой. Еще любопытный момент. Если еще в конце 20 века основным страхом, укорененным в неком таком среднем представителе общества, была тема о том, что ученые в лабораториях готовят конец человечества. Тема, в общем-то, запускается. Это романтическая тема, на самом деле. Она запускается еще, мы решили, в Франкенштейне, по большому счету. По крайней мере, там можно увидеть зачатки этого страха. И так или иначе, это развивалось и разрасталось, но в последнее время мы видим совсем иную картину отношения человека к ученым. Что ученые это те люди, которые просиживают деньги, отпускаемые властью, некомпетентны, не разбираются ни в чем. И, в общем-то, в этих лабораториях нет вообще ничего. Это фикция. Это мыльный пузырь. И, естественно, в таком случае ученый предстает в виде некого кардинала нового бога, которого можно назвать пустотой или научной истиной. И, естественно, против каждого такого рода кардинала появляется и новый атеизм. В виде неверия в научное знание. А человек, понимаете, он может только верить или не верить. Потому что для того, чтобы верифицировать эти данные, ему придется обратиться к науке. А он в нее не верит. Это замкнутый корок. То есть, он может верить или не верить в научное изыскание так же, как раньше ему приходилось верить или не верить в наличие Бур. И достаточно для него доказательства Фомы Аквинского или нет. В которых он так же мало что понимает, как современный человек в каких-то микрофизике современной. Или в макрофизике. и понимаете, в чем еще вещь. Следующее очень важное, которое профанизирует научное знание. Все мы пользуемся разного рода гаджетами, разного рода техникой. И человек на опыте понимает, что раньше техника служила дольше, она зачастую была надежнее, работала лучше. Не все, конечно, но много. Однако, со временем она становится хуже и дороже. Если он обратится к научным данным, то есть экспериментам, то есть я не говорю, что это высокая наука, но это экспериментальные сравнения той или иной техники, а значит они опираются на научную методологию. Так вот, эксперименты ему покажут, что на самом деле он не прав. Техника стала лучше, совершеннее, работоспособнее, надежнее и возразить против этих таблиц ему нечего. Он понимает, что его грузят информации ему недоступны. Но он знает, что раньше его машина ездила столько-то, сейчас его машина ездит столько-то. Это сильно меньше. Он понимает то, что на самом деле ученые просто обманывают его, вставая на позицию защиты власти, защиты капиталистической власти. Как-то как. Те, кто посмекались, те, конечно, понимают, что на самом деле такие исследования действительно полностью проплачены. Более того, как я уже говорил, это очень легко экспериментальные данные, особенно статистического толка, никак не фальсифицируя, провести так, чтобы получили желаемый результат. Просто нужно знать, с какой стороны зайти. Ну, и так как человеку для того, чтобы попровергнуть позицию якобы специалиста, нужно самому быть специалистом, то естественно он этого не способен. Но он понимает, что что-то здесь нечисто. Ну, к примеру, я, разбираясь в аудиотехнике, знаю, что все растиражировали, типа, это там товар года, наушники года, плеер года, это всегда полная липа. Это единственный способ продать абсолютно никчемную технику, которая реально не должна не стоить нисколько. Это отрасль, в которой цена не значит вообще ничего. Не так давно был скандал в том, что очень, так скажем, дорогие именитые наушники ставились резисторы с Алиэкспресса. Ну, понятно, да, как они звучали, но людям же нравится, они покупают дорогое, значит, оно хорошее. Ну, тем более, что если еще и Роскачество заявило, что это очень классно. И так, по большому счету, везде. Я не отвечаю за все отрасли, я в этом некомпетентен, но в те отрасли, в которых я компетентен, в которые я срывался, оказалось, что это действительно так. И самое страшное, что в этих отраслях действительно куча действительно настоящих именитых специалистов, которые будут продвигать этот хлам, то есть выступать в роли рекламщиков с заведомо плохой техники. И естественно, обычный человек не сможет всего этого оценить и понять, понимаете, для этого нужно реально в этом хорошо разбираться, а во-вторых, доверять своему мнению. Человек не может доверять своему мнению по поводу наушников, если у него нет высокой квалификации в ответ. А ему говорит именитый звуковеросёк, что это лучше. Может, он какой-то уборный на уши не слышит задницы, понимаете? Но осадок остаётся, и остаётся ощущение, что что-то там не так. Но это тоже играет среднестатистическим субъектам злую шутку. Дело в том, что обычно человек подозревает, что его обманывают чаще, чем его правда обманывают. и поэтому ему всегда можно ткнуть в то самое место, где его не обманывают. И показать, что нет, всё же чисто, всё прозрачно. Ты ошибаешься, значит, ты ошибаешься везде. Но это маленькие подкупы, это всё несерьёзно. Но от того, что вы купите за большие деньги плохие наушники, в общем-то, катастрофы глобального масштаба не произойдёт. Ну, расстроитесь, самый страшный случай. Латур же указывает на глобальные подкупы, где наука смыкается с экополитикой. Наука, как полагает Латур, серьёзно портит себе репутацию, смыкаясь с властью в проблеме замалчивания экологических проблем и экологических катастроф. Тут можно просто список вам вот такой раскатать, да, я хотел без конкретики, но, в общем-то, просто пробегусь, да, чтобы хоть понимали, о чём речь. Это, допустим, современное состояние реактора фукусима. Много о нём знаете, много о нём читаете, правильно. Будете о чём угодно читать, только не об этом. О том, что, допустим, наша страна непосредственно граничит с Японией через океан, да, и нас якобы это совсем не касается. Насколько много шума было сделано с Чернобылем и до сих пор раздувается. А у нас вон действующий Чернобыль под боком. Про это никто не пишет. Почему? Потому что платят, чтобы про это не писать. Всё схвачено. Более того, найдётся ещё масса известных учёных из той же Японии и Штатов, которые будут доказывать, что там вообще никакой проблем нет. Конечно, нет проблем. Это всего лишь ядерный реактор, вода из которого льётся в океан. Проблема с перенаселением и разрушением общей биосферы как таковой в средах Индии и Китая. Речь идёт о таком перенаселении, которое разрушает в необратимом порядке вообще биосфер. Жизненную среду этих людей. Я насчёт этого беседовал специалистами на террористе. Но опять же, вам никто про это нигде говорить не будет. И Китай напротив разрешает с недавнего времени иметь в городах ни одного ребёнка. Пожалуйста, нужно, значит, ещё больше перенаселить. Следующая, очевидно, фаза будет на террористе китайной Индии. Что, я думаю, мы в ближайшее время увидим. Ну и, наконец, таяние ледников на парусах Земли. Совершенно наблюдаемое из космоса явление. Однако, именно на это давит, прежде всего, Латур. Есть масса известных учёных, которые будут доказывать, что так было всегда. Что это вообще нормально. Что ничего страшного не произойдёт. Ну, предположим, для России не произойдёт. Ну, поставят плотину где-нибудь возле Кронштадта ещё выше в два раза, чем она сейчас стоит. Ну и на 6 метров она поднимется. Ну и что? Где у нас та часть, которую можно залить? Ну, а представляете, что будет с Европой? То есть, она реально на 6 метров поднимется. Ничего от неё не останется. Ну, центральная останется и не будет. И эти инициативы, исключительно проплаченные, инициативы от науки, очень сильно подрывают доверие к этой самой науке. потому, потому что, действительно, очень многие американские европейские учёные критикуют инициативу активистов по борьбе за защиту природы. Просто потому, что, как вы понимаете, защищать природу экономически невыгодно. потому, что проблемы начнутся не на нашем веку, а чуть позже, а деньги сейчас есть. Да. И вот этот момент особо важно подчёркивает Латур, что именно он является краеугольным, ключевым в подрыве доверия к научному знанию, к мнению якобы компетентных специалистов. Потому, что понимаете, мы превращаемся в такого рода позицию, занимаем, как афроамериканское население в эпоху колониализма где-то в Южных Штатах. Когда на всякий чих, на всякий вопрос этих афроамериканцев им говорили, так записано в Библии. Написано в Библии, что нужно хозяину служить. Написано в Библии, что чёрный плохой, а белый хороший. Но после того, как они научились таки читать, когда пошла волна на освобождение, они искренне были убеждены, что есть две Библии, есть устная и письменная. И что та самая Библия, которую им не показывают, обладает великой магической силой, которая была основой власти, на которой зиждилась колониистическая власть, как таковая. Потому, что Библии, естественно, ничего того, что им говорили, они не нашли. И мы попадаем в ту же самую позицию. Нам говорят компетентные специалисты, что исследование показало, что никаких в тайне льдов обычное явление, нам оно не угрожает. Что перенаселение Китая обычное явление, нам оно ничем не угрожает. А то, что там уже растительность начинает хуже расти, потому, что такое количество углекислого газа вырабатывается. Ну и что? Нормально это все, все приспособится. То, что в пресных водах уже какая-то совершенно сумасшедшая цифра, больше 80% биосферы уничтожена. В пресс-вободе какая-то фантастическая совершенно цифра, эта цифра как бы тоже научна. Но про это никто не будет педалировать. Зачем? Скажут, что это нормально, святое место, пустое не бывает, займут другие виды, новые виды. И так далее. Да, я не спорю, что новые виды это займут. Но насколько это отразится на нас? Потому что мы-то как бы не сторонние наблюдатели. Мы включены в этот процесс. И нам придется приспосабливаться, адаптироваться. А те, кто не могут адаптироваться, в природе, как известно, задыхают. Но для того, чтобы это перепроверить, человеку нужна наука. А наука уже себя так скажем, дискредитирована полностью. И вот он порочный круг, в который попадает современный человек. Но я не соглашусь полностью с Латуром. Возможно, во Франции позиция, которую он озвучивает, актуальна. У нас есть на этот счет две позиции. И обе они ложны. Первая позиция это инициирование политики замалчивания экологических катастроф. А другая политика инициирована логикой журналистских сенсаций. Одна говорит то, что все хорошо, а другая говорит, что мы побрем прямо завтра. Все вместе с планетой Земли. И то, и другое естественно абсолютно ложное. и то, и другое является вымыслом. Но где в таком случае искать опору? И человек понимает, что сам он разобраться в этих процессах не сможет. И куда ему деваться? И действительно, в последнее время мы чувствуем, что почва в буквальном смысле слова уходит у нас из-под ног. сейчас, сменить обстановку, не нужно никуда ехать. Потому что само место пребывания на любой точке постоянно меняется. То есть сама Родина нас покидает, потому что она становится все время разной, она становится все время иной. Это особенно актуально в Европе сейчас, да и не только в ней. И поэтому мир модулирует, мир мутирует. И сама позиция соотношения глобального и локального, что я сижу здесь ничего не знаю, или наоборот я хочу охватить весь мир, а она уже более не актуальна. Потому что локальному как таковому, локальному как это понимали еще национал-социалисты в начале 20 века вообще пришел к ним. Такого локального больше не существует. И Латур выделяет интересный вектор, который в общем-то очевиден, так вот просто я о нем ни у кого до этого не читал, о том, что на протяжении всех предшествующих нам столетий, то есть начиная с нового времени, как я понимаю, он об этом не говорит, но как я это понял, основной вектор человеческой цивилизации был направлен от старого к новому, который в наше уже время оброс логикой от локальности к глобальности. ну понятно, что те, кто отстаивали старые локальные назывались консерваторами, да, а те, что были за новое и глобальное, радикалами, новаторами и так далее. Но, судя по всему, до этой эпохи, до эпохи нового времени, само время, его проблематика могли осознаваться совершенно по-разному. Вот этот вектор, это не константа нашего мышления, не то, что априори нам дано, а просто некая культурная модель, в которой существовало определенное количество времени. Это нам сейчас кажется, что правые и левые, там как жижик, особенно любят на эту тему высказываться, что это нечто самоочевидное, что было всегда. Но, простите, мало кто вспоминает вообще, откуда пошли эти самые правые и левые. Это совсем недавно было, когда в национальном собрании с 89-го года, я имею в виду естественно французскую революцию, справа сидели фельяны, а слева сидели якобинцы. Одни отстаивали, старый режим, другие были соответственно за новость, его радикальное обновление. Отсюда пошли правые и левые. То есть правым и левым 200 лет с копейками всего. То есть это не явление, которое было всегда. И более того, да, можно сказать, что это только название, но название название, но такое радикальное разделение на старое и новое, и столкновение между ними, это все-таки только с фухи нового времени произошло. И поэтому явление, которое в истории человеческой культуры занимало всего 200 с чем-то лет, в общем-то никто не мешает благополучно отмерить. И судя по всему, именно в эту эпоху мы с вами и живем. Дело в том, что старая оппозиция консерватор-локалист, радикал-глобалист уже на самом деле не функционирует. Глобалисты стали зачастую консерваторами, то есть занимать именно консерватированную позицию, а локалисты как раз могут быть весьма-весьма яро настроенными радикалами. Все смешалось. Так и вообще, что сейчас можно принимать под глобализмом и пультом локальности, когда интереснейшие случаи приводит Латур. Все страны развитые предложили некий свой проект глобализации, его утвердили совместно, а потом, в общем-то, проанализировав его, оказалась там комическая ситуация. То, что распространенный на большое количество последующего исторического времени, этот проект превосходит ресурсы нашей Земли. То есть, мы получили у каждой страны свою глобальность, которая не сводится с реальной планеты и ее возможностями. Таким образом, очевидным стало то, что глобализм это новый миф. Более того, это миф локального сквозства. Как бы это парадоксально ни выглядело. То есть, это гипертрофированная локальность. То есть, из разных точек мы имеем разные глобализмы, да, это и есть та самая локальность, с которой этот глобализм якобы так интенсивно боролся. и устремленность, вот эта, которая в новое время была в будущее, она на самом деле тоже, судя по всему, отмирает, так как она была завязана на вот этом конфликте локального, местного и попытка его разорвать, сломить, включить в коммуникацию с соседними странами, да, то есть, выйти на какой-то уровень глобальности. Если глобальность отмирает, соответственно, вместе с ней отмирает истремление к новому. Представьте себе, на самом деле, вот в наше время уже можно очевидно, с очевидностью сейчас помыслить, то, что глобальность это миф. То есть, представьте себе, что планету нашу помыслить из точки А никаким образом невозможно так же, как из точки В. Это будут две разные планеты. Да, то есть, поэтому глобальности могут умножаться до бесконечности. Глобальность не равна реальной планете. Это некий концепт. который так или иначе с ней совпадает, но как наша солнечная система, она же вся не вокруг Солнца вращается, да, вокруг некой виртуальной оси, точки. Солнце же тоже смещается чуть-чуть от того, что ее планета вокруг него. Поэтому Солнце само вращается вокруг этой самой оси. Не только вокруг себя самой. Вот примерно то же самое происходит и с этими глобальностями. Есть планета, а они где-то вот возле нее все крутятся. Их бесконечное количество. И эпоха стремления к интеграции, к всеобщей глобальности, универсальности, в общем-то, чем завершилась? Строящейся Стеной между Мексикой и Соединенными Штатами, введением местных сегментов интернета и благополучным желанием Британии выйти из Евросоюза. Вот они, точки, которые замечательно закончили эпоху глобализации. То есть, глобализация трещит по швам. Она оказалась всего лишь новым платьем короля. А глобальная оказалась не одним, а сотней разных противоречащих друг другу глобальных. То, что мы считали оппозитным Мясничковому, на самом деле оказалось всего лишь гипертрофированным инфляцией локального. То есть, ну как в психологии бывает, да инфляция эго. Ну вот примерно то же самое можно сказать и глобально. Это некая инфляция локального раздутая до уровня Яна Пыльевна. Но какое это все имеет отношение к нам? На самом деле прямое. Так как человек пытается найти точку опоры в этом мире и усиленно обращается к тем инстанциям, которые еще не скомпрометировали себя сговором с властью, ведущей как слепой слепых в пропасти. И совсем недавно направленность от старого к новому еще казалась чем-то совершенно очевидным. Так и вот, если сейчас это не работает, то это отразится на искусстве решительней так как искусство нового времени всегда основывалось на базовой позиции старого и нового. Но начнем мы не с искусства. Как вы помните в моей названии лекции первым пунктом шел эзотеризм. И действительно человек, который больше не верит в политику и науку, ищет опору в чем-то иного. И одним из этих иных в современное нам время как ни странно становится именно эзотеризм. И за столь активного интереса современного человека к эзотерике многие даже называют современный наш мир темными веками, новыми темными веками, но это не совсем так. Попробуем в этом разобраться. На самом деле наука никогда не могла сделать человека счастливым. Она на это не заточена. Это вообще не входит в ее интересы. Наука исследует мир. Тогда, когда она создавалась, предполагалось, что объективно исследует мир. Что бы под этим не подразумевалось? но знание, как известно, рождает скорбь, а не счастье. Человеку нужно нечто противоположное. Почему знание не может сделать человека счастливым? Знание прежде всего универсальное. Оно не обращено к каждому лично. Оно относится к нам ровно настолько, насколько к нам относится какой-нибудь водопад или нет. Последнее время знание компрометирует себя еще и сговором с властью. Возможно, этот сговор был всегда, но сейчас ввиду наличия сети интернет и распространенности юзеров этого самого интернета, это становится наиболее очевидным. Понятно, что какой-нибудь крестьянин, крепостой в 19 веке в России не мог подозревать того же самого о науке. Он даже не подумать ему нехали, это было, у него досуга не было. И уж тем более обсудить это с кем-то из своих знакомых. Настоящая наука в современном нам мире работает на таких рубежах, которые на самом деле даже другому ученому в другой области будут непонятны. А это тоже вызывает к науке весьма сомнительное доверие. Ты не знаешь, компетентен этот специалист или нет, хотя ты можешь быть очень крутым физиком, но в этой области ты не сможешь понять, это хороший физик или нет, если он совсем в другой области работает. но самое важное наука смыкаясь с технологией да, может сделать быт человека комфортным, да, может сделать человека более здоровым, да, может сделать наш город более современным, возможности коммуникации более быстрыми и так далее, но она никогда не сможет сделать человека более счастливым. это вообще вне зоны действия этой человеческой отрасли лежит и никогда в эту зону не попадало. То есть миф о прогрессии вера в будущее счастливое человеческое сообщество естественно был не более чем мифом, основывался он не науке, а на вере и судя по всему этой вере пришел благополучно конец вместе с верой в сопоставление старого и нового как договора. Раньше функцию спасения человеческого счастья брала на себя религия, конечно же. Она делала человеческий мир более сносным, снимала страх, удерживала от излишних страстей человека. Но религия, я имею ввиду естественно конвенциональные религии, экзотерические, самые распространенные религии, они столь же универсальны, как и наука. Религия не обращается к каждому лично, она обращается к универсальному субъекту, к субъекту религии. Об этом есть блистательная книга у Алена Бубадью, посвященная апостолу Павлу. К ней, в общем-то, и вас и отсылали. Но когда индивидуальность людей была не столь развита, как сейчас, просто в силу отсутствия у них досуга, как такового. Естественно, когда человек имел крошечное количество свободного времени, которое он тратил просто на то, чтобы его тело пришло в порядок от изнурительного труда, религии более чем хватало для того, чтобы выполнять его, восполнять его потребность к счастью. И, по крайней мере, делать этот мир более сносным для него. но, когда наш мир стал поставлять на большое количество свободного времени, естественно, религия перестала с этим справляться. То есть, человек хочет быть индивидуальным. Это тоже определенный козырь, это тоже определенная ставка современного нам сообщества. Не факт, что это вообще возможно, но эта ставка по-прежнему высока. И, естественно, вторая проблема религии в том, что на протяжении всего нового времени именно научное знание пыталось дискредитировать религию. То есть, научный воинствующий атеизм, да по большому счету религиозным деятелям начали тыкать наука еще с 19 века, а не с 18. А конфликты мы знаем и со времен Галилея. То есть, вот они позиции религии и науки и так как котировки науки по-прежнему все-таки выше, чем религия, а религия это то, что наука не сводила, то, естественно, просто так вот вернуться, отказаться от науки и вернуться к религии в общем-то, дано не каждому. Да и на самом деле, действительно, обратиться к религии может далеко не каждый субъект. Чтобы найти там опору, в общем-то, нужно обладать определенными качествами, нужно быть воспитанным в определенном контексте или просто иметь определенный склад в конституцию своего ума. И таких людей, судя по всему, становится все меньше и меньше. Вы можете просто банально проследить по количеству, по наполняемости монастырей во всем мире. Не только в России, во всем мире. Это очень хороший такой критерий показатель. И тот, который проверяемый. В отличие от фальсифицированных данных о количестве, ну, допустим, православных у нас в стране. Ну, понятно, что это помножено на сколько-то там. Ну, просто посмотреть, сколько в этих же православных реально находится монахов и сколько там было еще хотя бы 50 лет назад. Ну, у нас, предположим, в стране это не очень хорошее сравнение, потому что была советская власть, но если вы посмотрите, допустим, Францию или какую-нибудь другую страну, да, европейскую, сколько там в этих знаменитых монастырях было полвека назад и сколько там сейчас находится, они пустуют. Эти монастыри пустуют. Там сдаются помещения художникам, еще кому-нибудь, да, потому что, в общем-то, жильцов там мало. Таким образом, можно считать, что с религией тоже не все так просто. Ну, и в последнее время, особенно у нас в стране, мы видим еще очень неприятную связку. Связку не только между наукой и властью, но между и религией и властью. Эта связка, в общем-то, банальна, она очевидна, она не нуждается в каких-то особых доказательствах и комментариях, и, естественно, эта связка воспринимается не просто гротеск, она воспринимается как нечто отживающее, свою веку, если не вовсе уже отжившее. Отжившее, можно считать ее потому, что люди, которые входят в эту якобы власть, не видят то, что мир совсем уже не тот, на который она была заточена. Ну, достаточно просто банально обратиться к постановлению Синода, да, посмотрите, что они не знают. Ну, вообще, на самом деле, любопытные чтения. Итог. Религия, как и наука, не вызывают доверия у современного интеллектуала. Ну, по двум причинам. Первая, связь с инстанциями власти, и вторая, направленность на среднестатистического, внеиндивидуализированного субъекта. И какое-то время противоположность религии от науки в поддержку индивидуализированного человека выступала психология и психоанализ. Но в последнее время, если верить психологам и психоаналитикам их реальной практике, они все в один голос жалуются на сокращение клиентуры. То есть, если в 90-е годы хорошо ломился народ, то сейчас становится меньше. То есть, люди стали искать опору в чем-то другом. И этому тоже есть объяснение. Дело в том, что психоанализ быстро стал двухсторонним инструментом в игре между оппозицией и властью. Между разоблачениями, которые психоаналитическими методами использовались оппозиции и власти, и раздаванием слонов на тему «этот нормальный и ненормальный». Естественно, возможность психологии, естественно, прежде всего клинической экспертизы, верифицировать здоровье и нездоровье, психическое в том числе, субъекта, это директива властных структур. И она себя в этой амплуа тоже очень-очень сильно скомпрометировала уже давно и далеко не только у нас. Посмотрите любые фильмы 20 века, где-то начиная с его середины, чем ближе к нам их, тем больше будет становиться. Если в кадре появляется психолог, то с 90% вероятностью мы знаем, что все, что он говорит, будет не так. То есть психолог всегда ошибается. Под психологом я подразумеваю и психолог, и психоаналитик, и любой, кто относится к смежной с этим специальностям. То есть он либо неправ, либо лжет. И таких фильмов миллион. Опять же, исходя из этого не нужно делать выводы какие-то масштабные, но тем не менее это как лакмусовую бумажку использовать можно. Потому что, понимаете, одно дело, если бы было 60 на 40, условно говоря, процентов, но там будет 90 на 10, если не больше. чем тебе мастер. Почти в любом фильме психолог выступает в роли субъекта, который неправ. Субъекта, который не видит реальной ситуации. Исключения есть, но их мало. И все мы отлично знаем, что психология выполняла функцию сохранения человеческого счастья, в общем-то приворовывая у эзотеризма более древнего и более укорененного европейской культуры. Начиная с отцов-основателей психоанализа, аналитической психологии, в общем-то это найти всегда можно. И несмотря на то, что Зигмунд Фрейд был категорически против любых эзотерических изысканий, да, по большому счету и Ютк периодически против этого вставлял свои несколько копеек, однако отец-основатель психоанализа для своей первой крупной работы избирает именно тему о нейрокритике. Древнейшая практика толкования сновидений, которая испокон веку была атрибутом именно эзотерического знания. Почему эзотерического? Потому что направленного на индивидуальный подход к субъекту. Но про Юнга я уж говорить не буду, который выстроил всю свою концепцию в общем-то на мистике алхимических рукописей. Несмотря на то, что в его реальной практике, в его семинарах мы можем встретить очень жесткую критику эзотеризма, тем не менее его знания полностью эзотеричны. Более того, человек, который написал красную книгу, заклинания мертвых, то есть это же текст исключительно мистического толка. Так что в общем-то из эзотеризма психология тоже подворовывала и продолжает подворовывать. И в общем-то то, из-за чего она может не просто работать, функционировать, вписывать человека в его среду, но даровать опору и радость жизни, конечно, именно вот эту радость она подворовывает эзотеризмом. Потому что как наука она на это позже не заточена, она заточена на то, чтобы сделать его нормальным, то есть таким же, как все. На самом деле. Как бы они не кричали по-обратному, но нормальность это стать таким, как все. Эзотеризм же, в отличие от религии, обращается к каждому лично. И этот об нем и подкупает. Он рассчитан на мистику откровенного знания и ориентируется на индивидуальный духовный путь человека, на его индивидуальный контакт с его богами и демонами, что бы это ни значило, и на его самораскрытие. И в отличие от науки религии, эзотеризм может сделать человека счастливым без утраты его индивидуального я. Еще две тысячи лет назад гностики поняли о том, что если окружающий нас мир враждебен нам, если он пытается нас уничтожить и он несоизмеримо больше, чем мы, значит, в общем-то проблема очень легко объясняется. Бог зол. То есть проблема зла решается очень легко. Она раз и навсегда спокойна. Бог зол. Поэтому есть зол. И чтобы сопротивляться этому миру, который больше и сильнее, они пытаются найти ключи. Иномерные слова, слова из другого мира, частичка которого есть в каждом из нас. Так появляется и эзотеризм, и прилагающиеся к этому магические техники по защите человека от той среды, в которой он оказывается. Это было примерно 2000 лет назад. Современный же эзотеризм еще в большей степени обращается к каждому лично, не требуя от нас копирования чьего-то пути. Да, ну, вспомните у того же Юнга, мой путь не ваш путь. И уж тем более не наставляющих нас на позицию имитации Христия, по-моему, кемпийского. Самый переводимый, самый читаемый, издаваемый после Библии христианский текст. Становление человека в этом дискурсе происходит по некому уникальному образцу на основе глубоко личного опыта каждого. И этот опыт во главу угла ставит саморазвитие человека. И тут тоже нужно сказать кое-что, потому что сейчас в последнее время любят думать, что саморазвитие это некий процесс, который правда сродни развитию, ну, допустим, в науке или в технике. Нет. Когда человек вступает на путь саморазвития, уже долго на нем идет, он более развитым не становится. Это ложное название, конечно, для этого процесса. он становится другим. И с большой долей вероятности более счастливым. Развитие в полном смысле снова не происходит, происходит изменение. Ну, и естественно, постепенно к мистическому эзотеризму подключается европейская магия всех мастей, о которой в научной среде вообще не любят вспоминать никаким образом. это еще одни суеверия ученых. Для них магия пережита глубокой архаики. Современной магии вообще не бывает. А если к этому обращаются какие-то ученые, то на них смотрят как на белого рода. что собственно такое магия, как мы можем помыслить сейчас, не объясняя это на уровне какого-нибудь действительно эзотерического текста, не объясняя это на уровне вождя племени Тумба-Юмба, а объясняя это как мы можем сейчас представить, что такое магия. И о том, что еще в 19 веке в последней своей крупной работе французские писатели, оккультисты, Лифас-Лили, книга называется на русском Великий Аркан, писал следующее о том, что в общем-то магия, Великий Аркан, то есть Великое Таинство, что такое Великое Таинство, о том, что вся магия это как каша без топора, как каша из топора, ну, есть разные сказки, где это суп из топора, есть где каша, не суть важна, смысл сказки один и тот же, то, что солдат не особо щедрых хозяев заполучает еду, продемонстрировав им, как сварить еду из топора. Можно сказать, что значит магия это ложь, да, то есть она не работает, потому что все мы понимаем, что без топора тоже можно каша сварить, топор для этого был не нужен, но, в этом конкретном контексте, в который попал конкретный военный, это единственное условие, при котором он правда получил кашу. Такое абсурдное действие. Помещение в котел металлической части топора привело к получению каши. Связи между ними на самом деле никакой, но он же получил то, что хотел. Поэтому на самом деле вот этот эффект, эффект каши из топора, он уникален, потому что если мы его распространим на более широкие вещи и посмотрим в другом контексте, это на самом деле действительно создает такие условия, которые в другой, при других стечениях обстоятельств к нам окажутся недоступны. Что делает в таком случае эзотеризм? Он делает человека увереннее, что он знает, что у него есть этот самый топор, из которого в крайнем случае можно сварить кашу. человек находит стержень в самом себе, опору не где-то во чем-то внешнем, то, что все время меняется, а в самом себе. И наконец человек находит свой индивидуальный миф, благодаря которому начинает вести себя иначе, чем вел до этого обретения. А к чему это приводит? А приводит это к следующему, то, что человек ведет себя иначе, он ведет себя более уверенно, он ведет себя по-другому, чем принято нести, допустим, себя в этом сообществе, и люди начинают воспринимать его иначе. У него появляется иной статус, иные возможности, с него снимаются некоторого рода ограничения, особенно если он попадает в так называемую несуществующую позицию. Это то, чем сделез любил работать как раз. Позиция между стульями, когда вас не могут определить, вы на этом стуле сидите или на этом. В таком случае, если вы ускользаете от точной дискрипции, естественно, у вас возможности, ну, либо сидящего на обоих стульях, либо возможности вообще не ограничены ничем, потому что вы под эту дискриптивную практику не подпадаете. Естественно, когда люди чувствуют уверенность человека, то они чувствуют за этом определенную силу и определенную власть. Если он говорит так, как будто имеет право говорить, значит, он правду имеет право говорить. И такой человек может избегать сложных жизненных ситуаций зачастую, или, по крайней мере, они не оказывают на него фатального воздействия, не разрушают полностью. Такой человек видит большее количество возможностей, потому что у него есть чудодейственный топор, с которым он всегда может сварить себе кашу. Любопытно, что научное сообщество, которое активно в последнее время исследует эффект плацебо, а эффект это оказывает просто потрясающее действие, на самом деле. Там фантастические данные по экспериментальной базе. Так вот, эффект плацебо на уровне магии никто исследовать не хочет. Тут вступает старый добрый консерватизм научный, не-не-не, но вот это мы точно трогать не против. как будто в этом можно замараться. Естественно, эзотеризм это тоже не то, что подойдет каждому. Это очевидно. Это путь не для всех. Но, во-первых, если человек вырос в церковленной семье или в контексте такого рода, то углубиться в эзотеризм он, конечно, может, но это будет скорее исключением из правил. Потому что эзотеризм берет на себя функцию индивидуализированной религии. А значит, в каком-то смысле он оппозитен религией. Для религии он всегда будет называться ересью, а для самого эзотеризма обычная религия будет, ну, не более, чем сударной. Просто атрибут некий. Того, чего за ней не стоит. Нормально. Известный итальянский философ и неживущий Джордж Агамбен в первом томе Хома Сакер своей ключевой работы описывал следующим образом, как одна мировоззренческая система, такая, как религия или эзотеризм, может включить другую только по модели включения через исключение. Что такое включение через исключение? Понимаете, если обе они равнообъемны, а религия и эзотеризм, как религия, они халичны, они предполагают ответы на все вопросы. Это некое целостное. Естественно, они занимают, условно говоря, все мировоззрение человека. И как туда можно включить оппозитное, столь же объемное мировоззрение? Через исключение его, через описание того, что это ересь. То есть, называем что-то ересью и таким образом, с одной стороны, исключаем это из нашего мировоззрения. Но именно так мы можем это включить, избавив наше мировоззрение от реальной оппозиции. Именно так поступает и религия, и эзотеризм. Просто их силы всегда были неравны. Силы массы, силы индивидуального субъекта всегда неравны, поопределенно. Во-вторых, современный человек может не признавать оккультизм из-за активной критики с научной стороны оккультизма. Да, человек может полностью разочароваться в ученых как личностях, но в таких простых утверждениях науки, что эзотеризм это новая мракобесия, обычно человек это принимает наверху, подобные утверждения. На самом деле это интереснейшая тема суеверия науки. Просто шикарная докторская, только не защитная. А так по значению своему вообще шикарную можно было работу написать. Уж так много разоблачений с точки зрения якобы научных данных эзотеризма, а вот мне бы было интересно написать скорее нечет противоположное. Разоблачения из серии Фрейда не читал, но осуждал. А ведь в науке такого очень много. Например, закрытые темы абсолютно оторон. Простите, это практика существовавшая шесть сотен лет, которые приложили руку виднейшие художники Дюрер, Сальвадор Дали, работали и не чурались до этого. Нет, нет, мы сюда не полезем никаким образом это все от рукава. разве это не суеверие, дикое суеверие. Если спросят тебя какой-то коллега, чем ты занимаешься, на какую тему ты пишешь докторскую, я скажу, что это европейские символические системы. А что ты под этим подразумеваешь? Ну, прежде всего, как тару. тебя так как отзачемлен. Ой, не зарази. То есть, с какого-то перепуга предмет исследования стал определяющим в том научно это или нет, а не методы. Хотя наука всю жизнь была методом. А предмет-то в общем-то не зазорный. Предмет, который шесть сотен лет был и есть по-прежнему. Конечно, более важное изучение болеет ли гриппом бланктон. И тем не менее, такие исследования, исследования посвященные современной магии, научной, это не значит, что человек будет в тибетейке в мантии бегать и вызывать духов. Научный эксперимент изучения современных магических сообществ, в том, как они организованы, что они практикуют, как изменяется их отношение к жизни с течением времени и так далее. Естественно, такие изыскания и социологические, и психологические будут вызывать не только смешку коллег, они будут очень плохо печататься, еще хуже читаться и совсем не будут цитироваться. То есть наука их будет отвергать. Это значит, что, простите, наука суеверна. Наука не может провести границу между научным и ненаучным. Что вызывает противоположное? Отток людей из науки в эзотеризм, потому что он действительно не имеет наш мир той демаркации, где мы бы отличили науку от меня. Науки. Если сами ученые стирают эту границу. Если научные изыскания, эзотеризма приравниваются к эзотеризму. Простите, если человек изучает звезды, это же не значит, что он провозглашает себя пришедшим со звездой. Таким образом, критика эзотеризма научная на самом деле не основана ни на чем. Достаточно просто почитать ее, она всегда настолько смешная, настолько несостоятельная серия. Ну как вы можете в это верить? Или ну это просто наступление новых средневеков почему-то все варит? Потому что подумают, что средневеков какое-то такое время, когда ничего не происходило. А на самом деле средневеков это время, которое почему-то категорически не хотят изучать. Особенно ранее средневековье. То есть эпоху Готов, Гумеров и так далее. То есть настолько плохо изучено там со времен собственно хроник того времени очень мало что было проделано в этом направлении. Ну то есть наука тоже представляет нам мир очень и очень дискретно. Выдавая его за целостность, за хроничность. Не так давно меня, кстати, сильно заинтересовали изображения, вообще культура шелкового пути. То есть культура связанная Турфан, Куча, вот эти вот культуры, которые существовали огромное количество столетий, которые не китайские, хотя на территории современного Китая находились. Там же каждый оазис это новая культура, город со своей сложившейся традицией и просуществавшее большое количество времени. Более того, судя по всему, люди-то там были европейные, а не азерб. Хотел я на эту тему что-нибудь почитать, но в любом доступном языке растить только на китайском. Памятники есть, приезжай, смотри, туда можно путевку купить, заказать, понимаешь, чтобы съесть и посмотреть. В чем проблема? Приехал, запотал, почитал источники, написал работу на любом языке, английском, немецком. Нет! Ученые, искусствоведы пишут тысячную работу про Сальвадора Дали или Босха, что-то нового про него можно сказать. Да ничего. Просто одна единственная мысль на толстую книжку, потому что остальная книжка полностью переписывает все прочие книжки. Что может быть такого радикального? Как можно переосмыслить? Принципиально, допустим, фигуру Босха сейчас. А есть огромные пласты культуры, которые в свое время эти города были едва ли не самыми значительными на всей Земле, как таковом, по развитости, по их значению, по их функции. Нет проезд, нет ничего. Естественно, весь изотеризм европейский попадает в эту же кучу. Если это где-то в Африке давно было, то, конечно, это будут изучать. Там будет куча диссертаций на эту тему. Но если это сейчас и в Европе, то нет, мы подальше куда-нибудь. Естественно, такие работы есть, но их очень мало. И относятся к ним очень скептически. А при этом что мешает провести статистические эксперименты? Какие проводил, предположим, лидер трансперсональной психологии Чарльз Старт? И ведь тогда подобная критика изотеризма сильно бы пошатнулась. Потому что там совсем не в пользу так скажем высоколобого научного знания вывода того. потому что мы не знаем как это работает. Но статистически мы приходим к результатам что это работает. Но так же как в общем-то мы до сих пор не знаем как работает гипноз. Но он каким-то образом програлся все-таки в поле хоть как-то признаваемое. Дело о том, что еще Мишель Фуко писал о том, что та же допустим химия и алхимия не являются разными стадиями одного и того же процесса. Что сначала там была алхимия, а потом из нее выкинули весь этот эзотеризм и потом появилась химия. Судьбу всему на самом деле все было наоборот. То есть сначала была химия, потом появилась алхимия, а потом она была отброшена на какие-то границы современного нам сообщества. Потому что на самом деле сопоставлять химию с алхимией бессмысленно. У них точки отправные разные. их позиции разные, их сетка координат смысловых разная. Потому что одна ставит в основании исследование вещества, а другое нахождение точки опоры человеком в мире. И как их сопоставить то можно? Никак. Они не имеют измерения точек для сопоставления, как вечер и пятница. Понимаете? нахождение одна ищет наука повторяемых ответов. Фуко это называл истинно сравниваю как с небом. Истинно как данность. То есть истинно, которая в любой момент времени по определенным механизмам может быть обнаружена. И эта истинна всегда одна и та же. И другую истину истину алхимии он называет истинной молнией. На небо сколько ни смотри там же не всегда молния есть. Но это не значит что молнии нет. Это недостаточная так скажем свидетельство того что молнии не существует. То что ее не всегда можно там обнаружить. И то есть эта истинна молния она предполагает включение самого оператора в этот процесс. И она влияет на его мир и на его мышление а не на окружающий. Вот в чем дело. то есть получается одна рассчитывает на изменение человека на то чтобы он обрел опору в свое счастье свое самобытие а другая просто изучает вещество. И как можно одну с другой сравнить в общем никак. Поэтому конечно несмотря на все эти аргументы для многих людей эзотерический дискурс сейчас закрыт. именно исходя из научной критики. То есть они не понимают что в общем-то просто наука и эзотеризм стоят слишком на разных платформах. И как мы имели две разных глобальности или десять разных глобальностей одной нашей планеты в общем-то и наука и эзотеризм отвечают просто на разные вопросы. На самом деле наука это не одна. если возьмете научную картину глобальной физики то вы получите несопоставимую картину с микрофизикой и то что они друг с другом никак не смыкаются это в общем никого особо не напрягает. то есть наука не бывает науки целостной не бывает планеты земля как таковой есть только так как мы ее можем помыслить так как таковая она нам не дана в опыте то же самое и с наук их много разных наук ничто не мешает туда же до кучи добавить нетрадиционные взгляды на них в том числе эзотерическое толко кстати в Европе очень модно в последнее время и дело в том что что мешает прежде всего человеку войти в эзотерический дискурс человек чтобы войти в эзотерику должен безоговорочно верить в силу метафоры но не метафоры как поэтического инструмента а как основы мировоззрения а вот в это может поверить далеко не каждый сейчас эзотеризм в отличие от науки не способен выдавать гарантированные стопроцентный результат так как основан на состоянии оператора на состоянии того субъекта который включается в эзотерический дискурс а его цель счастье уверенность полнота жизни это в общем-то не проверяемые статистические данные те данные которые мы не можем измерить но есть но есть и еще одна причина по которой люди боятся эзотеризма в последнее время ну где-то с середины 20 века растиражирована такая страшилка все вы ее знаете она называется деструктивные секты на самом деле деструктивные секты явление достаточно редкое но из-за кинематографа и пропаганды в СМИ люди боятся их как огня сами по себе эзотерические сообщества а это именно разные сообщества они между собой никак особо не связаны назовем их сектами недеструктивного толка или просто сектами они не злобивы достаточно аморфны и не станут вас каким-то образом в себя включать интегрировать или наставлять на путь истины без вашего желания да там могут быть свои ценности несопоставимые с ценностями окружающего сообщества а там может быть свое мировоззрение со своим со своей шкалой не только ценностной но даже со своей сугубо специфическим образом организованной речи но эти общества ничто в сравнении с тем насколько на глаз оказывают влияние в СМИ и рекламы так что если человек думает что безопасно читать прессу смотреть телевизор видеть рекламу на счетах да или просто выслушать мнение коллег по работе или домочадцев то в общем-то сходить в какое-то эзотерическое сообщество значительно более безопаснее чем все выше перечислено конечно я не буду вам рисовать мир в розовых очках деструктивные секты конечно существуют я не забираюсь от этого открещиваться но попасть в деструктивную секту у вас есть такие же шансы как попасть под колеса автомобиля например или разбиться в авиакатастрофе но более того попасть под колеса автомобиля шансов у вас больше чем попасть в настоящую деструктивную секту которая во что бы то ни стало захочет сделать из вас так называемого зомби да и отправить что-нибудь там взорвать ну это скорее не к сектам надо обращаться да а к определенной религиозной практике в последнее время очень популярной в некоторых странах и тем не менее люди боятся этих самых деструктивных сект термин насколько я понимаю Тима Тиллер изначально еще давным-давно и поэтому естественно боятся любых изменений которые с ними будут происходить то есть он приходит в группу он видит что он меняется и он боится что значит из него сделают неведомую зверушку которую обязательно будут использовать в то время как на самом деле используют она свежеднев все кому не лень и это почему-то нас никоим образом не напрягает то что нас доят что-то впаривают постоянно пытаются перепрошить наши ценности включить эмоционально происходящее которое не имеет к нам ни малейшего отношения но тем не менее люди боятся и естественно единственной формой общечеловеческого так скажем свойства на данный момент является пожалуй только искусство в качестве одной из форм человеческой духовной активности которая открыта каждому почему она открыта каждому ну во первых искусство намного более разнообразно чем эзотеризм при том что эзотеризм это очень широкое дискурсивное поле это куча разных практик и тем не менее искусство конечно сильно шире сильно объем более того искусство есть и существует в таких формах которые никак не противоречат ни любой из существующих религий ну по крайней мере в их не оголделых формах да и естественно не противоречит науке так как не является так скажем формой утверждения какого-то знания о мире по крайней мере на уровне слова искусство не описывает мир как таковой то есть даже поэзия даже литература она естественно создает воображаемый мир даже если описывает реальные события искусство еще одно из его достоинств включает человека в свое пространство непосредственно то есть на сугестивном уровне в то время как эзотеризм делает это через слово которое сейчас к сожалению далеко не всеми может быть адекватно воспринято я уже говорил человек не может полностью стопроцентно отдаться метафоре как это мог человек эпохи романтизма спокойно сделать допустим искусство особенно инструментальная музыка допустим лишено слова вообще но в то же самое время имеет в себе как структурированные характеристики логическо организованного высказывания так и обращение к нашей эмоциональной стороне что так же стопутствует его мгновенному действию на субъект включенного прослушивания искусства произведения искусства и наконец одновременное присутствие большого количества людей на сеансах просмотр кино театральное действие или концерт то есть все процессуальные виды искусств они обращаются еще к одному эффекту который раньше использовала только церковь это эффект соборности совершенно колоссальное свойство когда человек переживает то же самое что переживают окружающие его люди это тоже очень мощный эффект который дает искусство при этом никаким образом не вырывая человека из того же самого религиозного допустим сообщества может быть хорошим христианином он пришел на концерт вполне христианской музыки послушал и получил этот колоссальный духовный опыт не вступая в оппозицию со своими религиозными взглядами это может человек быть скептиком от науки и тем не менее это никоим образом не мешает ему наслаждаться какой-нибудь красивой песней но как мы уже поняли с вами если современный мир меняется и меняется радикально каким же становится искусство в современном нам мире то есть в том мире в который мы попали ну так скажем пару лет назад какие его отправные точки какие у него опоры Латух пишет что в новом времени основная позиция это старое и новое в новейшее время оно превратилось так старое равно локальное равно сохранение равно консервативность и опора на местные ценности новое равно глобальное обновление радикализм и стремление к универсальным общечеловеческим и общепланетарным процессам очень быстро как я уже говорил тут все перепуталось кто-то стремится допустим к глобальному стоя на консервативной позиции по отношению допустим к полу другие будучи радикально настроенными или даже сопричастными к ЛГБТ плюс сообществам стоят на дико консервативных позициях по отношению к локальным ценностям и так далее то есть тут все уже переплелось не найти чего-то более-менее выменяемого и ясного как утверждает Латур в небытие канула эта оппозиция прямо сейчас его книжка семнадцатого года ну примерно два ну может быть три от силы года назад так если искусство на протяжении всего нового времени держалось на этой самой оси старое новое а какое будет новое искусство и каким оно уже сейчас является хотя мы по старинке его замечаем естественно видим еще по старому а точнее не совсем так мы его уже видим по-новому но нам кажется что ничего не произошло потому что парадигма слишком радикально свистилась мы скорее старое видим по-новому и кажется что вроде так всегда было я напомню чтобы было понятно что произошло для того что на самом деле на оси старое новое искусство держалось далеко не всегда например искусство традиционных сообществ на этой оси в общем-то фактически не держится оно меняется очень-очень постепенно не больше чем допустим может меняться какой-то кустарник который постепенно вокруг него среда изменяется и он к ней как-то немножко адаптируется вот искусство традиционных сообществ оно меняется таким же образом оно вроде чуть-чуть поменялось а вроде бы оно и то же самое искусство к примеру опять же музыкальное искусство от средних веков и до начала нового времени да оно постепенно развивается но никогда не подразумевалось отказа от предшествующих то есть новое не вытесняло старое новое не считалось оппозицией старой вспомним хотя бы такую замечательную инициативу как в середине шестнадцатого века на Триденском соборе пытались запретить в принципе многоголосную музыку и вернуться к богослужению грегорианского типа то есть а разница между музыкой шестнадцатого века и восьмого она была вполне заменяема то есть можно было так подписать указ и все и назад на восемь веков в легкую то есть ладно это и не состоялось не суть важна важно что никому не приходила в голову мысль что это невозможно а представляете что такое восемь веков разница это если мы сейчас в двадцать первом только в его начале да то есть это примерно как если бы мы там находились где-то в эпоху Фомы Аквинского сейчас то есть знаете разница между Фомой Аквинским и нами а тогда я читал ну нормально шестнадцатый восьмой то есть люди мыслили отклонившуюся вот эту музыку якобы от нормы изначальной просто как непослушный пустарник который нужно чуть-чуть подкромсать вернуть его к тому виду который он имел восемь веков назад и да пусть дальше растет нормально понимаете вот что было до нового времени а что произошло в эпоху нового времени а на самом деле запущен был вектор вперед и только вперед сейчас нам опять же сложно себе представить но музыка начиная с нового времени звучала только в момент ее написания то есть никогда старая музыка не повторялась хорошо и были прецеденты редчайшие но как норма написалась опера она шла опера шла естественно сезон это дорогостоящие костюмы шить и так далее она шла сезон все не забывали благополучно если писалось там оркестровое произведение или камерное оно исполнялось опять же в лучшем случае сезон чаще всего один раз для того чтобы его исполнить второй раз автору нужно было его переработать тогда это было как будто бы новое сочинение и оно снова исполнялось ну вы знаете таких несколько переработок страстей Баха авторских которые создавались для каждого единократного исполнения этого сочинения страсти Баха исполнялись ровно столько раз сколько у них было редакции Эта музыка исполнялась один единственный раз. То есть каждый раз новое вытесняло старое. Старое было однодневко. И естественно, постепенно ситуация меняется лишь с 19 века, с эпохи романтизма, когда в концерты начинают помаленечку включать музыку прошлого. Мендельсон, Шуман. Потом большую роль в этом сыграл Рубинштейн у нас, проводя исторические концерты, играя старинную музыку. И ситуация радикально поменялась в 20 веке, когда в концертах классической музыки стало играться больше старой музыки, чем новой. Мы наблюдаем ту же самую ситуацию, как я только что вам показывал с консерватором и радикалом. Когда все постепенно перепутывается. И забавно что? То, что сейчас то, как раньше развивалась академическая музыка, движется на рост. Хоп-музыка. В которой действительно никто не будет слушать или запускать в заведениях музыку прошлого сезона. Если это заранее не обозначено, что это хиты 90-х. Для каждого сезона есть свои хиты, свой плейлист, который будет вращаться. Но только этот сезон. Потом он перерастает, он привязан именно к этому времени. Да, его могут воскресить, как... А вот раньше так было. Но, заметьте, популярная музыка, она в принципе заимствована. То есть, это же не рок-культура, которая хоть как-то более-менее самобытна. Популярная музыка, это все натаскано с той же самой классической, романтического толка. Ну, как-то более-менее мы тебе цифровали. То есть, вторичное явление, которое само по себе является консервативным, где форма-то одна и та же во всех песнях, понимаете? Вот оно сохраняет внешнюю форму на обновление. Но искусство, которое реально развивается, то есть, традиция академического музицирования, почти полностью отказывается от нового. Я имею в виду, естественно, не саму музыку, а институты филармонических концертов. Где звучит только старая музыка. В лучшем случае, пару раз в сезон что-то новое будет исполнено. Остальное полностью забито музыкой прошлых веков. Вот они какие переплетения, интереснейшие. Если я четыре года назад на первом булестикбезе показывал, как развивалась история музыки, делил ее на несколько периодов и показывал, в какую интересную мы эпоху живем, ибо с середины 20 века произошел радикальный слон, и музыка, по сути, вошла в новую фазу, фазу того, что я крестил третьей музыкальной практикой, так и вот, интересно то, что буквально пару лет назад закончилось новое время. А это значит, что эта третья музыкальная практика попадает на интереснейший слон, и как она будет метаморфировать, как она будет изменяться. А это еще бабушка Надя рассказала. Это не значит, что она исчезнет. Нет, она никуда не денется. Но она попадает в совершенно новые условия, так как изначально идеей музыкального авангарда была идея обновления. Идея радикального и решительного обновления, и, так скажем, облагороживания человека через предоставление постоянно новых условий. Он на концерте сталкивался всегда с чем-то иным, новым. А тут это новое оказывается вне зоны основной проблематики. Какой же тогда музыка будет сейчас? Удивительно, на самом деле, но, как ни странно, отследить подобного рода ситуацию очень сложно. То есть, радикальные парадигмы отследить невозможно, потому что мы уже находимся в новой парадигме. И нам, исходя из нее, кажется, что вроде как так всегда было. Но вроде как старые и новые же категории всегда фигурировали. Да, фигурировали, но они не всегда были на вершине пирамиды. Они всегда были доминанты. Да, то, что у Альтюсера называется. Доминанты в системе. А, ладно. Поэтому сейчас сложно это отследить, но я попробую. Я бы сказал, что на место вот этой доминанты старое, новое, локальное, глобальное становится оппозиция. С одной стороны, локально-глобального сохранения среды. Я объясню, что это такое. Не вот здесь. Ну вот. То есть, как биологической, так и культурной среды сохранения. С другой стороны, ставка на мифическую глобализацию, мифическую власть и расширение объемов капитала, которые выходят за пределы человекоразмерного пространства. Ну, можно условно назвать первую позицию реализмом. То есть, видение того, что человек из Мексики, допустим, никогда не увидит миф так, как видит его человек из Сахалина или из Юла. А с другой стороны, миф глобализма, то есть универсализм. С одной стороны, это ставка локально-глобальная. Почему я это так называю, будет ясно позже. А с другой стороны, ставка на мифический глобализм по-прежнему, который теперь становится не оппозитен локальному, а оппозитен реальному. А вот это-то важно. И в одной, получается, когохте с нами будут любые люди, которые делают ставку на сохранение среды, как культурной, так и реальной, биологической. А против нас будут те люди, которые на это ставку не делают. Которые, соответственно, разрушают и свою, и нашу среду. Как таковую. И как это сказывается на искусстве? А на искусстве это сказывается решительным образом. Предположим, это значит о том, что единой истории музыки, истории живописи, истории кинематографа и чего угодно другого на самом деле не может быть никогда. Почему? Потому что даже если мы включим в единую историю искусства всех самых важных представителей с каждого локуса и действительно выровняем, чтобы они были примерно равны по значимости, какой они занимают для примерно энного количества людей, то все равно бразилец увидит эту историю с одной стороны, китайец с другой, а там человек из Новой Зеландии третьим образом. То есть она все равно останется локальной. Это не значит, что не нужно делать такого рода модели. Но это значит, что эти модели не равны мифу об универсальности глобализма. Это и есть глобально-локальный уровень. Мы можем с помощью современных технологий представить культуру мира целиком, мы можем ее выстроить, исследовать и так далее, и в этом есть ближайшая цель, я думаю, искусствоведения как такового. Но эта глобальная картина по-прежнему оказывается локальной, так как на каждом отдельном месте она будет восприниматься по-разному. Вот в чем дело. это может позволить нам научиться считаться с чужой творческой позицией, с чужой позицией вкуса и так далее. Потому что оказывается, что идентичная позиция в принципе невозможна. Даже если человек с вами полностью во всем согласен, он все равно по-другому. Вот в чем дело. И это одно. Но не нужно путать то, что я сейчас озвучил с постмодернистским волюнтаризмом. То есть постмодернизм предлагал вам в одном произведении увидеть разные взгляды, то, что вы имеете разную возможность его оценить. Вы имеете возможность увидеть в нем разные отсылки к разным другим произведениям. Это совсем не то же самое. Там была ставка на чистая, свободная, коммуникацию с произведением искусства. А здесь есть очень жесткая привязка к локусу. Вы видите это так, потому что вы находитесь в этом месте. И пока вы не изучите это место, пока вы не сделаете это место пригодным для жизни, вы не сможете это видеть нормально. Вы не сможете это видеть так, как вы можете это увидеть. Потому что вы никогда не увидите здесь в Москве, так как люди видят в Лондоне. Но вы можете собрать глобальную картину мира и привести свое живое пространство в нормальные пригодные условия. Тогда вы сможете видеть эту глобальную картину локально, но адекватно. Вот в чем дело. То есть экологическая составляющая органичным образом включается в задачи искусства знаний. Они смыкаются. Просто одно без другого оказывается просто невозможно. Потому что экологическая составляющая оказывает влияние на наше выживание. Второй момент. Я думаю, что противопоставление музыке старой, новой, поп и классической, высокой, низкой также сойдет на нет. Постепенно. То есть это будет просто музыкальные сферы, ориентированные на разную аудиторию. пусть самую маленькую. Есть точка, вы с этой точкой работаете. Вот он локальный уровень. И все равно насколько это важно, насколько это широко, вы работаете только с этой точкой. Вы не притязаете на всех. Вы не домогаетесь всех, чтобы все слушали, на что бы это ни стало, именно то, что вы сделали. Нет, вы работаете совершенно с конкретной аудиторией. Это и есть ваша аудитория. Если еще недавно эта мысль была утопичной, то сейчас она такой уже не представляется. И понимаете в чем дело? Потому что сейчас локус становится сам по себе иным. Я уже говорил, что там, где недавно были обезьяны, сейчас уже есть айфон. Там, где еще недавно жили европейцы, сейчас живет куча арабских беженцев. То есть локус не является больше замкнутой крепостью. Локус мобилен. То же самое происходит заметьте парадоксально из святая святых искусства. Что там раньше было крепостью? Прошлое искусство. Считалось, что прошлое, то, что незыблемо, то, что к чему всегда можно обратиться, а черта с два. Там появляются постоянно новые имена, потому что это всегда выборка. Там появляются новые произведения ключевых имен, потому что работают и так скажем изыскания хорологические и исторические архивные и так далее. Там появляются и постоянно новые исполнители, которые предлагают решительно, радикально новые модели в интерпретации. И тут всплывает интереснейший парадокс совсем недавнего прошла. Опять же, смотрите, как играла старая новая совсем недавно, еще недавно она так помысленно быть не могла. что такое консервативный Моцарт, правильный Моцарт? Это Моцарт, как его играли в начале двадцатого века. А что такое радикальный Моцарт? Это Моцарт, как он вероятно звучал при жизни. То есть Моцарт восстановлен исполнительными аутентистами. То есть реально получается реальный Моцарт является радикальным исполнением Моцарта. В то время как традиционный Моцарт это Моцарт начало двадцатого века. Этот парадокс будет снят очевидно через то, что просто это будет расчет на разную аудиторию. В принципе на разную аудиторию. А если экологические проблемы научат нас жить более-менее мирно, они волей-неволей нас заставят, либо мы сдохнем просто, то соответственно это будет перенесено и на культурную среду с необходимостью. Сглаживать же углы вот этой локальности будут технологии глобальности. 5G, 6G, 10G и так далее. То есть технологии с одной стороны сверх качественной записи и воспроизводящие устройства. Да, для масс это по-прежнему средненькие устройства, но простите, еще не так давно помыслить даже себе не могли, что в каком-нибудь телефоне может быть цифроаналоговый преобразователь, усилитель, более-менее приличные наушники за вполне вменяемые деньги доступные каждому. Я уже не говорю о том, что можно просто уникальную технику заказывать, эксклюзивную, конечно, которой нет ни у кого, которая делается по спецзаказу, но понимаете, эта техника дошла до того уровня, что мы действительно можем слушать у себя дома, как будто бы мы находились на концерте, без каких бы то ни было искажений. технология виртуальных концертных залов онлайн, она развивающаяся, она сейчас, конечно, еще на среднем уровне, но все дело за техникой. Понимаете, вера в науку пропала, но это не значит, что технология не идет северными шагами. Она идет северными шагами и очень дальше. И представьте себе, что когда человек в любой точке может онлайн сверхвысоким качеством слушать действительно концерты, просто переключая у себя на компьютере позиции, каналы, смысл, что происходит сейчас в Сингапуре на концерте, а что происходит там где-нибудь в Минас сжираясь на концерте и так далее. Он переключает и попадает в любой возможную точку и может насладиться тем, что слушают разные локусы. Для пластических искусств это голограммы, которые сейчас очень активно развиваются. Представьте себе ситуацию, что у вас проектор, вы проецируете скульптуру, вы можете ее увеличивать, вы можете ее вращать, если это круглая скульптура, и вы можете действительно общаться с произведением искусства, тет-а-тет. Почему? Потому что, понимаете, сейчас для нас абсолютно недоступна та практика, которая была доступна на протяжении веков. Общение с произведением искусства с его подлинником. Вспомните, что такое значит слово эрмитаж, место уединения. Вы простите, это не то место, где можно сейчас уединиться. Если вы поедете в Лувр, то что вы там увидите, Джоконду? Да черт нас два. Вы увидите кучу китайцев, толпы китайцев с их китайскими телефонами, которые пытаются сфотографировать хоть кусочек от этой самой Джоконды, и никакого общения с этим произведением у вас не состоится. Это произведение изначально рассчитано на другую форму его восприятия. Но идеальным образом отсканированное, сфотографированное это произведение и растиражированное в медиа-носителях, искусство может выйти на совершенно новый уровень. Когда вы действительно дома, можете приближать его до бесконечности, вращать, смотреть. Если это будет опять же не плоский экран, а именно 3D-голограмма, то это никоим образом не мешает вам получить тот самый эффект, по крайней мере приближенный к тому, на что рассчитывал художник. А может даже более эффектный, более лучший эффект. Как вы знаете, основная проблема Микеланджеловского Давида была в том, что он стоял к стене. Его нельзя было посмотреть, со всех сторон это круглая скульптура. А тут вы его вращаете, смотрите себя с любой стороны, приближаете, так далее. Какие-то статуи стоят очень высоко, к ним подойти нельзя. А здесь все возможно. Таким образом, каждый может создать, обращаясь к глобальному уровню, свой уникальный локальный мир, и при этом этот мир с одной стороны обусловлен нашими вкусами, то есть нашим локальным положением, с другой стороны он абсолютно транспарантен и доступен любому, то есть он по-прежнему остается глобальным. Вот в чем дело. Если каждый, условно говоря, может создать свой плейлист, если, естественно, не там пора, свой уникальный мир, отчасти не зависящий от вашего окружения, но отчасти, свою позицию, свою точку вы с ним не сможете утратить. И, заметьте, это очень любопытно, если я таким образом создаю свой уникальный программист, я не завишу, казалось бы, от тех, кто рядом со мной сидит, но с другой стороны, если этот же плейлист создаст, ну, кто-нибудь в Соединенных Штатах, то причины, почему он это же слушает, будут уже иные. Вот в чем дело. То есть, точка оказывается все-таки решающим фактором. Вот что такое глобально-локальный уровень, который сейчас заявляет о себе со всей определенности. А, и сейчас технологии, конечно, позволяют вам выбирать то, что вы хотите, обращаться к самым различным источникам спокойнейшим образом. Из этого вытекает еще одна очень важная модель. это стирается то же самое значение автора, которое было до этого. Дело в том, что чем был автор всегда? Маркером локуса и времени. То есть, когда вы слушаете музыку Германии конца 19 века, вы понимаете, что это не музыка Франции начала 17 века. Автор это маркер того, где мы находимся исторически, в какой стране и в каком месте. Теперь же, когда категории старого и нового не являются доминирующими, эти маркеры, его ценность постепенно будет снижаться. Человек будет просто выбирать то, что ему близко. И все. Он может, допустим, любить 39-ю симфонию Моцарта, остальные симфонии Моцарта не любить. Любить колверштюки Штаггаузена, остального Штаггаузена, или не любить. И этот Штаггаузен спокойно будет уживаться с этим Моцартом. Потому что то, когда они жили в каких локусах, им все равно. А может еще до кучи слушать какую-нибудь музыку Южный Афр. В таких условиях спадает с автора наконец-то гнет самоповторение. То есть до этого, для того, чтобы автор воспринимался как автор своих произведений, автор должен был иметь свой стиль. На самом деле страшная вещь это просто банальное самоповторение. А сейчас еще модно в Европе, это по недавнее времени было, когда автор с одной лекцией ездит. Везде ее рассказывает и любое его сочинение должно иллюстрировать эту лекцию. Там одна простая мысль какая-нибудь. И вот он сопрягается с этой мыслью, а любое его произведение эту мысль иллюстрировал. Вот тогда он автор, он узнаваемый. Но это скучно. Я так никогда не делал, потому что из тоски сдохну, если бы просто переписывать то, что я уже написал. Ну, это странно. Ну, вот. И, в общем-то, это, надо сказать, не способствовало моей особой популярности. Когда публика, как приходит на мне концерт, он не знает, чего ожидать. Там может быть все что угодно. Что мне будет интересно, кто я ее напишу. Мне лично интересно. Ну, они в расчете на то узнают меня или нет. Но, судя по всему, это может сейчас стать мейнстримом. Потому что автор, как маркер, перестает играть эту решительную роль. И, наконец, последний пример из области искусства, возможно, самый интересный и самый важный пример локально-глобального, это техника использования так называемых виртуальных инструментов. Техника тоже самая новая, недавно появилась. Ну, особенно популярна там Хия Черновин, Изабель Мундри и так далее. Представьте себе струнный квартет. Четыре обычных музыкальных инструмента. Как они раньше использовались? Ну, как четыре музыкальных инструмента. Они могли в диалог вступать, точнее, поле-рок. Могли как нечто единое использоваться, но на самом деле на каждом инструменте его идея этого инструмента не может быть не торжественной. Мы можем использовать квартет, как дуэт, где два инструмента будут выполнять функцию одного и два других другого инструмента. и вплоть до того, что наоборот, каждый из этих инструментов сам собой может играть диалог. Таким образом мы можем наращивать этот квартет от дуэта до актета. И внутри он может модулировать из одного жанра в другой, из одного, простите, ансамбля в другой, никак не особо опираясь на исходные четыре позиции. Вот оно постоянное перекраивание локальности. Локальность это данность от четыре музыкальных инструмента, но они перекраивают с автором так, как ему хочется. А может от начала до конца быть трио, но для струнного квартета, где два инструмента выполняют функцию одного инструмента. Это не значит, что они в унисон оказываются, они функционально дождественные. Но заметьте, это именно не просто банальное перекраивание локальности. А локальность все-таки отсюда полностью неизживаема. Потому что если вы возьмете струнный квартет, это будет одно качество. А если вы возьмете фортепианное трио, будет другое качество. Возьмете духовой квинтет, другое качество. То есть предзаданность все равно сказывается на конечном результате, как бы вы ее не перекраивали функционально. Вот оно. С одной стороны, глобальность дает нам возможность с другой стороны, у локальности есть то свойство, которое нельзя выкинуть за пределы мира. Она привязывает нас намертво. И вот то будущее, которое на самом деле уже с нами, которое уже можно начинать замечать, которое уже можно раскручивать вокруг нас. И естественно, тот, кто заметит это раньше всего, окажется в более комфортных условиях, хотя бы по той простой причине, что раньше начнет к этому приспосабливаться. И естественно, в данном случае то, что я сегодня наметил, было фрагментарно. Это только отдельные наброски какого-то знания. Я вообще не претендую на какие-то фундаментальные высказывания. Это просто нечто собранное в кучу, что я вижу сейчас. Не вполне конкретизированное, опять же, по той простой причине, что я специально это сделал. И здесь речь идет о том, что, заметьте, даже мне сегодня, рассказывая об этом, не удалось избежать оппозиции было-стало. То есть, я сопоставляю то, что было, дослом, который произошел недавно, и то, что происходит сейчас, делая ставку на старое и новое. а эта ставка уже не актуальна. То есть, сейчас нам придется искать новые отправные точки, чтобы даже сам этот слом помыслить. Вот в чем дело. Именно на это я хотел бы направить курс этого года. То есть, он будет ориентирован на раскрытие вот этой проблематики более конкретно, на более точечных моментах. Сегодня совсем такая была большая, обширная лекция просто в общем про все, а там уже будет точечно, чтобы мы могли более конкретно разобраться, а как оно, а я ответа на этот вопрос не знаю. То есть, каждая проблема у меня просто есть интересующая, я буду ими заниматься, и тем, что я накопаю, тем я и буду делиться. Я надеюсь, что в этом сезоне у нас будет больше занятий, больше встреч, и важно то, что мы смогли помыслить прошлое не то, как нечто то, что было, а то, что если оно может быть помысленно сейчас, оно значит и есть сейчас. И оно значит может оказывать на нас воздействие, а значит в каком-то смысле оно будущее. И есть такое стихотворение у Октавиа Пасса, которым бы я хотел закончить сегодня, там коротенький совсем его фрагмент, это не целиком его работа, а начинается так. Земную жизнь, пройдя до половины, остановился и повернулся спиною в будущее, там не ждут и пройденным уже путем пошел. Вот здесь расщепление будущего на то будущее, которое является мифом будущего, к которому он шел, и хронологическое будущее, ведь если он куда-то пошел в обратном направлении, будущее от этого все равно никуда не делается, то его хронологическая жизнь по-прежнему продолжается. Но он отказывается от мифа будущего, потому что он не хочет больше играть с этим, он хочет идти в сторону себя. Правда, это стихотворение было написано достаточно давно, и оно заканчивается достаточно страшно, потому что для того времени прозрения в эту сторону могли быть, но, конечно же, они пресекались даже самим художником. Это стихотворение о невозможности время повернуть в связи. А оказалось на самом деле возможно, что прошлое действительно меняется, прошлое оказывается в будущем. Вот, в общем-то, о таких возможностях я и хотел бы поговорить на следующей нашей встрече. У меня сегодня все. Если кто-то еще способен на какие-то вопросы, возможно, я смогу на них ответить. Таким. Так в чем же накид точка опоры? Для чего это нужно? Найти точку опоры человеку нужно по определению, потому что в данном случае человек, не имея этой точки опоры, это не значит, что точка опоры это что-то статичное. Может быть, мобильная, гибкая точка опоры. Но без точки опоры человек не может быть уверенным. А неуверенный человек не может быть чрезвее. Уверенно это не значит слепота. Да, уверенность, это значит в том, что человек ощущает некую полноту своего бытия как такового. Я не выдаюсь здесь в какие-то психологические подробности. Где найти точку опоры? Собственно говоря, одна из этих точек опоры, ныне обретшая большую популярность, это эзотеризм, но она подходит далеко не каждому. А в то время как произведение искусства, я сначала, в общем-то, высказал достаточно банальную мысль о том, что искусство может быть универсальной точкой опоры, но я хотел показать не столь, что искусство вот сейчас как никогда актуально, а то, что искусство сейчас становится иным. Это именно гибкая, мобильная точка опоры, в которой даже само прошлое является будущим. Само прошлое является зоной постоянной метаморфозы. И человек, делая ставку на это, в общем-то, обретает правильную точку опоры. Не башню из слоновой кости, не некое несшибаемое, единое, раз она всегда установленная, да, мировоззрение, а действительно некий гибкий развивающийся пластичный механизм, на который он может опереться и который будет соразмерен ему, ибо он ближе к организму живому, а не к механизму. Это та самая позиция постройки и живого, которая не так давно была выведена во главу угла в доме, который построил Джек Ларсом фон Твейером, а которая на самом деле давнишняя позиция еще томберговская. О том, чем отличается башня от дерева. Одно растет, оно гибко, а другое, так как оно является фрагментированным с неизбежностью рухнет. И, в общем-то, искусство старого типа было готово рухнуть, потому что оно делало ставку на незыблемость. На незыблемость прошлого в том числе. Сейчас же прошлое не является уже даже прошлым. Оно может быть зоной абсолютно новых метаморфоз. И, естественно, в таком случае мы переходим из зоны опоры на башню в опору на дерево. И это дерево действительно, вероятно, может быть опорой. По крайней мере, мне оно является. Хорошо, но искусство как потребление искусства, либо искусство как творение искусства? В данном случае каждому что-то дано, я как раз стою на позиции, когда каждый человек во что бы то ни стало должен быть творцом. Понимаете, это тоже разделение ложное. Восприятие произведения искусства, наш выбор того, что нам нравится и не нравится, наше осознание того или иного произведения – это творчество. То есть мы в полном смысле слова и появляемся сотворцом этого произведения, потому что автор, создающий произведения, не тождественнее на том произведениях. Это его версия, а восприятие наше – это наша версия. Спасибо. Да? Как раз о науке эзотеризма. Потому что вот так давно у нас была издана книга Волтера Ханнеграфа «Запад, путеводитель, заплутавшийся западный эзотеризм». И там вполне есть точка зрения, что с исторической, с культурологической, с Ренессанса до настоящего времени, на весь эзотеризм. То есть, в принципе, как-то органичное включение в науку. Могу прокомментировать? Я бы так сказал, что это скорее берутся какие-то эксцессы, действительно, возможно, показательные, так как есть известные фигуры. Но это скорее исключение из правила, чем правила. Более того, то, что наследуется во многом наукой из эзотеризма, это речь идет не о том, что наука заимствует что-то из эзотеризма, а о том, что есть вещи, которые на момент их внедрения в научные знания не могут быть отрефлексированы. То есть, они перенимаются как некая данность, потому что это нечто само собой очевидное сейчас кажется в эту эпоху. А потом, конечно, спустя определенное время мы находим, что вот это положение в науке есть, а вот это положение в эзотеризме есть. Но все-таки, если мы будем смотреть в своей массе, а не в каких-то отдельных фигурах, то эзотеризм и научное знание именно в новое время являются ключевыми позициями, они именно противопоставлены друг другу. И в этой книге я не вижу ничего, что противоречило этой мысли на самом деле. Там просто приводятся примеры исключений из этого. А любое правило как раз и рассчитывает на то, что есть исключения. Как раз исключения подтверждают работу правил. Можно, если просто проговорить там, просто упоминать институт исследования герметизма из Амстердама, но все-таки то, что в научном сообществе есть такое. Опять же, я говорил о том, что в научном сообществе, в том числе даже советском научном сообществе, активно исследовались, а в том числе и верования традиционных народов. Но нет институтов, которые бы занимались серьезно исследованием современного состояния европейской магической традиции. Вот в чем дело. Там то, что когда-то было, да, так это ничего особо не пугает. Почему пугают как-то второе их исследование? Это непрервавшаяся традиция. И мы будем вынуждены хотя бы фигуру дали туда включать. А это, простите, 86-й год. Это было уже, когда все из нас здесь присутствующих, или почти все родились уже, понимаете? Вот в чем дело. Это новая практика. А она до сих пор, ладно бы она накрылась медным тазом на долине. Так она же не накрылась. А так старая, да, конечно, это же воспринимается как история. Как история, это уже просто была часть культуры. Это, конечно, это и у нас изучается. Вы запросто можете выдать что-то такое, как Ейц писала про брунный герметизм. Это никого никаким образом не потревожит. Вот написать что-то про современных магов, исследовать их современным научным инструментариям, как что пытался, кстати, делать отчасти так, то, простите, над этим просто все смеялись. Хотя изначально это заказывалось спецслужбой. Как-то так. Есть с чего? У меня не вопросов немножко. Вот вы говорите, что вход в эзотеризм идет как бы метафорично, через метафору. Ну, как бы, так свой опыт и опыт знакомых показывает, что все-таки опыт в эзотеризме, он именно на опыте своем, вход в рене, осуществляется в эзотеризме, на каком-то опыте. То есть внутреннее переживание, внутренний опыт, когда ничто другое, ни религия, ни наука, это не можете объяснить, вот тут начинается какое-то вот такое именно копание в эзотерике. То есть я так туда вошел. Я говорил о том, что не просто метафора, как поэтическое слово, а вера в метафору. Я думаю, что это близко, и мы просто разными словами называем одни и те же вещи. То есть вера в метафору предполагает, конечно, наличие опыта. То есть вне этого опыта веры как раз не будет. А будет просто чтение метафоры, как некой дискуссивной практики. То есть обращение к тексту, и не более того. А здесь вхождение в текст. Ну что, если больше никаких вопросов нет, то до следующей встречи. Надеюсь, что ежемесячно мы сможем теперь встречаться. Нам повещения вот это предоставляют. До всех благ. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.